Продолжение следует... 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 А дохоспражнение там бесплатное? Что? Бесплатное? Кто там находится? Нет, бесплатное Но я хотела вот попросить Передает всем поклоны И благодарность за молитву Я хотела попросить У кого машина Давайте мы из кассы сейчас выделим деньги И мама старенькая Ей ездить трудно А передачи хотя бы ему передать Он лежит в больнице Чтобы как-то съездили На этой неделе договорились В какой день кто-то съездил Попроведовать, купить фруктов Что еще можно Сейчас наверное все можно Может выпечку какую-то и фрукты Петрович, есть какие-нибудь ограничения у Сергея? Нет, в плане еды там Они же им еще В томатической здоровье Володя уже ездил, он передавал в понедельник Да, он благодарил Володю за передачу Вот один Володя один раз съездил и все Но Володя еще раз пошла На этой неделе еще Может быть если сможете Ну подойдите, мы из кассы Потому что у нас касса почти вся целая Он сам пойдет такой Все выйдет Александра Николаевич, ну давно ее нет Она оборачивает себя Она нет, она себя вообще неважно чувствует Но пока она сидит В изоляции? Да, ей дочь, в ней врач Не разрешает ей пока Конечно Вот, но я хотела еще сказать о Тамаре глухонемой Тамара, позвонила сестра ее И сказала, Тамара ходить не будет Но она уже давно ей запрещает И позволяла ей ходить Но Тамара все равно убегала и приходила Но сейчас они конкретно там ей прямо это Предпоставили условия, видимо, какие Что она рядом будет там ходить В церковь, а к нам нет То ли боятся они чего-то, не знаю Но она ходит в какую-то сама секту Я, говорит, верующая И все, а ходит где-то в секту какую-то Вот за Тамару молитесь Потому что, ну, как-то Чтобы она ее сама никуда-то не утащила Сестра Вот, ну, еще эти дроботы у нас Иоанн, Нестор и Фроссия Вот, Еня сказала, что они все заболели Все болели Чем заболели-то, Еня? Они сейчас кашляют сильно Опять кашляют? Да, у них кашляют, горло И вот они, тебя только как спало Вот Сейчас скоро еще это мучение Но я хочу их это спросить Чтобы они ходили в поликлинику Пока никак не получается Они попасть туда Ничего, а теперь это то, что с ними Виктор Николаевич Присылал песню, прислал Он сочинил хорошую песню На слова Игнатия Тихоныча О том, где Это Евангелие, чтобы у него Висела Хорошая песня Послушайте Войдите, если И нашлась Раиса Она терялась Что-то Ему не было А сейчас Позвонила Малютина Она с Александром Ему какую-то квартиру Я так поняла Дали Но они переехали И на лето уезжали На море Снимали квартиру там И живут там Кристина Сказала, что она Хорошая у нее работа Она довольна Ну, больше ничего не сказала О ней Ну, никому Для Вениамин ничего? Вениамин Он ей учится Где-то Хорошо Он где-то заканчивает По-моему Вот И в Париже А из Парижа Выехать Никому не разрешают Только Тем Если кто-то К родителям Допустим Студенты К родителям Где-то Вот только тем А так Никому не разрешается Выезжать Ну, вот в связи С коронавирусом Этим Ну, так вроде бы Все Спасибо, Христос Спасибо, Христос За молитвы ваши святые Я у Нины была Доложу На службе? Ну, она так себя Ну, неплохо чувствует Но у ней прыгает давление А давление ее подводит Вот Наказывает соседке Чтобы она все время Смотрела в окне Есть свет или нет А то боится не проснуться Молитесь за нее Одна, конечно, ей Плоховастенька Вместе нам было очень хорошо Никто в деревне не болеет Никто не ходит Друг к другу они не ходят Никак Не общаются Ничего И там больных нету вообще Там же больных Да Не знаешь Ильеса Вы знаете А я поехала еще И вот К Нине у нее было состояние Такое неважное И сама я Вот я здесь стала задыхаться Не могу прямо Даже говорить мне трудно было Вот не поверите Я приехала к ней Я прям задыхаюсь Задыхаюсь Вот Там прошло Я вот пожила Считай Чуть и месяц Три недели Как сана Да Прямо жила Вот правда Спасибо Всех за молитвы Конечно Так еще у кого есть слово О болящих О тех кто нуждается в помощи Про Сашу расскажи Как Саша Про Саша Да Ну я Во-первых Всех вас благодарю За ваши молитвы Мы тут болели Этим коронычем Всей семьей Все в разной В разной степени сложности Сложнее всего Наш папа заболел Он температурил больше недели Мы ему врача вызывали Вот такой вот Распечатка Лекарств выписали Я конечно От всех От многих отказался Основные там Антибиотики Что там Чтоб желудок не испортить Это он попил Вот Сейчас мы никто не кашляем Слава Богу Вообще никто не кашляет И температура не болеет Да Но вчера у нас произошло ЧП Я вас прошу Помолитесь о Саше Он поломал палец Я не буду тратить ваше время Как что было Бытовая такая травма Но палец ломан На котором обручальное кольцо И мы сделали Гипс выходит Кольцо Они их разрезали На Держи Я говорю Сколько теперь ты будешь Наженатый Три недели В общем он будет Холостой Без кольца ходить Помолитесь пожалуйста Чтобы все там нормально У него зажило Помоги Господи Спасибо Господи Еще у кого есть слово Еще у кого есть слово Игнатихович У нас сегодня гость И тем более он сегодня выезжает Мне кажется Три дня у нас и побыл С Урала Я попросил бы его Рассказать Зачем он приехал Кто такой Что он нам полезного привез И что полезного от нас взял Увидел какие недостатки Выликал все это Слушаем брат Мы много лет уже не приезжали К вам в гости Но вот Как-то собрался Господь смелывался И по милости Великого Господа Приехал к вам опять Поведаться с вами С Игнатиховичем Как мой наставник Мой учитель Который направил меня на спасение Помог мне через слово Полюбить его Все это случилось Много лет назад И дети сюда приезжали в лагерь Они уже большие тоже станут Вот решил Тоже надо наносить домой Хорошо доехал Слава Богу Немного там Поблагорствовал В вагоне Но Слушают людей Неохотно Евангелие Зал собой Берут Мало берут Тоже боятся чего-то Не знаю почему Но Страшно Что-то у людей Стоит на сердце Да хорошо доехал Встретили меня хорошо Брат Владимир Приняли хорошо Мы сразу приехали К Игорю В Дабанову Гости у него там тоже побывали Посидели Поговорили И потом приехали К Игнатию Тихуючую И в этих Игнатии Мы были В этих Их Их Я ему рассказал Свою жизнь Как мы там Работаем Благовестуем Рассказываем Свидетельством О Христе Бог нас там Не оставляет В покроске По милости Господа Из-за Коноравируса Мы ходили В пансионат В один Там Его закрыли Туда ходить Не стало Но Господь Не стал Оставлять Меня И дал Возможность Которую Священники Раньше Не давали Слово Божие Теперь Священники Эти Расположили Господь Их Сердце Расположил И они Дали Слово Давать То есть Говорил В храме Проповеди По милости Божией И вот И ваши ролики Смотрю Тоже Все равно Все информация И приехал Киканат Тихничев Побывал У него Эти три дня Мы Очень сильно Хорошо Пообщались С ним Он Мне много Чего Опять Открыл глаза На мои Недостатки А их много Во мне Я сам знаю Это Вот То что Во мне Это есть Потому что Я Это Не скрывал Никогда И честно Говорил Всегда Что До восьмого Класса Я совсем Не учился Учился Но не учился А пришло Такое Сознание Учиться У меня В девятом Классе Я стал Спортом Заниматься Вот Тогда Только Я взялся За голову Но Все Выложил Пущенный Бог То есть Знания Недостатки Конечно Они Большие Это Надо Работать Над собой Будем Старать Будем Делать Будем Духовно Возрастать Потому что Без борьбы Без этого Усилия Над собой Ничего Не получится Надо Духовно Возрастать Из веры Веру Брат Спрашивать Имя твое Брат Андрей Смирнягин Да Некоторые Знают Меня Помнят Еще Скажи Откуда Приехал Сулава Адрес Свердловская Область Артемовский Район Ипокроск Силу Мы вместе С ним У кого Вопросы Есть Вы задавайте Или что-то Спросите А когда уедет Все Они уезжают С нашей Деревни Задают Сейчас Как раз Односельчане Да Как девочки Ваши Выросли Младше 20 лет Уехали Выпорхнули Из гнезда Все уехали В Екатеринбурге Живут А Вера Осталась Они обязательно В храм ходят И постятся Самый первый раз Вы услышали Узнали Об Игнатии Тихоновича Абвай У нас был Тогда Участен запрещен Отец Александр Жил Путин Кто-то помнит Да Помню У нас была Общинка Уже Там По Кросске И мы ездили Он жил В Сарафаново Такая деревня У нас есть 30 километров От нас И он там жил Мы туда ездили Там служили И он Поехал на собрание Поехал В Ешим Тогда в Ешим И собирались И он туда поехал И оттуда привез нам Первую информацию Привез он Вроде тогда Новые заветы С толкованием Красный Он там показал Вот такой же большой Стол стоял И он Здесь вот сидит И говорит Вот я, братья, привез Толкованием Новый завет Кому надо Посмотрите И кому Заинтересует Возьмите Приведите Это Ну я вот Помню Про себя Я говорю Про других Не будем говорить Я там где-то сидел И я говорю А что их смотреть Их надо сразу брать Вот это первое Мои слова Я говорю Их надо сразу брать Почему Не знаю Как это вылетело Но я так сказал И действительно Когда я их взял Я взял Сразу два экземпляра Сразу И один экземпляр Подарил Отец Иоанн Был у нас тогда В Покровске Ему отдал Батюшка Говорю Вот такое Драгоценное Сокровище Я вам говорю Дарю Читайте И через нее Пять Вот так Не знаю Примерно Сколько Он возвращает Эти книги На Мне не надо Я был так удивлен Так поражен Ну я с удовольствием Конечно Не с удовольствием Взял Но взял Потому что Надо кому-то Другому дали Вот И после этого Отец Александр Захотел ехать Посмотреть Потеряевку Посмотреть Вы Первый раз Приехали Зимой И мы поехали На машине Приехали Оставили машину Вроде здесь Нас оставил И мы остались Без печеников Какой примерно Год был? Это наверное 2005 Или 2006 Наверное Где-то примерно Так вот Вот эти годы А сам я уверовал В 2003 году В августе Месяц Сам В 2003 Год Господь коснулся Меня Я пала на колени Созлезами Ужас был Страшный На моем Сердце Такое Но не передаваем Кто это пережил Это знает Я говорю Думаю Гад Господь Настерпел Эти мерзости Которые мы творили И благ Господь К нам Кто это прошел Это подтвердит И благодарить Не перестанет Господь И до сих пор Слава Богу Вера Сохранила Пока Господь Милует Блага Изливает Благодать Помогает мне Все что это я делал Не я Во мне Его Великая Милость И Благодать Аллилуйя Еще вопросы Спасибо Нет Как-то священник Один Узнал Когда что Со мной Знух Он бы сразу От проповеди У себя Странили Да Да Я там В один храм Ходил Отец Андрей Он там Мне давал Тоже Они видят Как бы Немножко Он такой Хороший Грамотный Ничего не скажу Хороший Священник Ну Я начал Он увидел Что Я могу Что-то И я сам Тянулся Так Возьмите Так Могу Там Помощь Там Помощь Он говорит Давай Занятие Перед крещением А одно занятие Представьте Одно занятие И крестит Я говорю Батюшка Их крестить Не готов Я только говорю Своё И все Они крестят Ладно Одно Я говорю Пришла Покрестить Ребенка Я говорю Я что Могу За час Сказать Вот Час Пройдет Я час Им преседу Провожу Я говорю Что Я могу За час Вам Сказать Чтобы Вы крещение Приняли И она Когда Закончила Этот час Она Сказала Да И за час Много Много Чего Услышать Ролики Тоже записаны Где-то У меня Там Уже Далеко Стоят В Одноклассниках Вот И потом Приходил Еще занятия Мы для взрослых С ними проводили Но я там Уже сам Не проводил Я читал А он Толкование И все Бегом Бегом Как-то Все Быстро Быстро Куда Все Мы торопимся Надо Ну Это Так Было Потом Отправил Меня В деревню Я там В деревню Еще Собирался И с людьми Это все Он благословил Это все И один раз Я пришел На исповедь Он где-то Узнал Или кто-то Проговорил Я не знаю И я начал Исповедовать А пришел На исповедь Первый А за мной Такая вереница Пришел Я ему Грехи свои Сказал И думаю Сейчас он Разрешит мне Грехи А он Говорит А кто такой Тебе Игнать Ян Лапки Я говорю О Это мой Наставник Это Человек Который Мне дал Все Что я имею В этой Жизни Сейчас Да А почему Я говорю Батюшка Ну давайте О Игнатии Тихоновиче Позаговорим После того Как Это уже Не исповедь А давайте Смотрите Сколько народу Стоит Давайте После службы Останемся Я с удовольствием Поговорю О Игнатии Лапки Иди отсюда Ты не мирен Дух у тебя Не мирен И выиграл У меня Сисы Даже Неразрешения Грехов Не сделал Было Такое Событие Я Благодарен Богу И Благодарю У меня Еще одно Такое Событие Если можно Рассказать Да Конечно Говорите Громче В кодитории Не слышно Вы Зайдут Значит У меня Такое Интересное Событие Было Там Одна Сестра По кросске Уже Представила Господь Ее Прибрал Уже Взял К себе И Из-за Нас Она Тоже Пострадала Но Она Не могла Простить Батюшку До Конца Своих Дней Случилось Как Мы Приходили На Службу А Отец Дениси Был Враждебно К нам Настроен Это Покроски Где Мы Жили В Храме Он Был Сначала Враждебно Сейчас Дает По Милости Господа Слово Сказать Понимаете Как Все Перевернулось Терпение Игнати Вчера Говорил Об Что Надо Выждать Уметь И Как То Мы Подняли Тему Крещения Полное Погружение И Это Сильно Наступили Им На Хвост И Они Озлобились О нас И Написал Он Заявление В милицию Что Мы Плохо Себя Ведем В храме Во время Службы Мешаем Службе Ну А Как Раз Заявление Подано И Полиция Тогда Приходила Каждому И Спрашивала А так И Это Поехал Рассказал Я Как Я Расскажу Что Я Делал Не С Меня Спрашивайте Спрашивайте Тем Кто Рядом Со мной Стоит Как Я Могу Доказать Что Я Ничего Не Делал Вы Спросите У Прихожан И Они Вам Скажут И Так И Случилось Они Пришли В храм А там Сестра Нина Была И Они Спрашивают У Ни Вот Братья Владимир Андрей Приходит В храм Молится Они Мешают Вам Они Придут Встанут Ко Столбушки Помолятся И Тихонечко Уйдут Батюшка Услышал Это Узнал Показания Ему Показывает Милиция Полиция И Ты Почему Так Сказала Ты Должна Вот Так Так Сказать Представьте И Вот После Этого Выгоняют Ее Выгоняют Из Храм Ну Можно Было Ходить Не То Что Из Храма Но С Таким Наверением Что Она Не Могла Простить Это Ее Тоже Вина Она Не Могла Я Говорю Потом Она Заболела Раком И Потихоньку Угасала Угасала Я Приходил К В гости Навещал Говорил Сестра Давай Если Ты Не Хочешь Отца Оденись Давай Привезу Священника Исповедуйся Причастись Исповедуйся Причастись Нельзя Такого Быть Потому Что Я Всем Говорю Ропот Ропот Удаляет Человека От Господа От Даляет И Все Хуже И Хуже Потом Вернуться Обратно Это Надо Помнить Всегда И Понимаете И Так И До Конца Она И Исповедовалась И Причастилась И Через Несколько Дней Умирают Сестранина Вот И Это Из Меня Ну Изминаю Вот Это Все Случилось Второй Случай Одна Другая Сестра У Меня Она В Артемовске Жила Она Заболела И Много По Больницам Ездила А По Милости Божьей Они Меня Просят Чтобы На Машине Увести В Екатеринбург Это На 100 Км И По Больницам И Каждый Едет Но Я Постараюсь По Возможности Помогать И Вожу И Туда Так Я Радоваться На Эту Сестру Не Мог Представьте Я Еще Рассказываю Как Не Ропа А Благодарение Как Приближает Господь К Себе И Вот Она Всегда Болела Едет И Благодарит Господа Радостно И Болеет А Благодарит Я Не Могу Сейчас Передать И Больница На Последнее Время Умерла И Она Плохо Чувствует И По Милости Божьей Приходит Священник Не К Ней А Приходит В палату К Ней И Потом И И Причащает И На Слышний День Она Умирает Вот Две Разные Вещи Чудо Священника Не Знаю Ее Что Не Пришел К К К Другому Господь Привел Ее К Не Попросила Нет Потом Господь Завел В Палату И Она Увидела Священника И И Конечно И И Причастилась Это Чудо Божье Но Это Не Чудо Мы Знаем Что Это Поверь Как Зовут Сестру К Первая Нина Вторая Вспомни Скажу Потом Она Все записаны У нас Все записаны Все Вот Такая История Таких Историй Много Со всех Христов Сигна Тихович Трудитесь На этой Ниве Со всех Христов Иоанн Златовец Говорит Памят О злобе Уподобляет Дьяволу Повторите 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 79-й год Обращаются У нас Среди Баптистов Несколько Человек Девришадзе Катя Знала Грузинка Обратилась Баптисты Радищева 67 Мы Сказали Вы не Уходите От них Новые Люди Будут Беседовать И пока Пусть Это Тайна Будет И Приезжает Руководитель Баптистской Молодежи Сейчас Не знаю Кажется С Кемеров Немец Менонит А с Баптистами С Пятистниками Очень бывают Вместе В это время Он преподает В университете Физик Математик И они Его приводят Ко мне Домой Мы Закончили Беседовать Кажется В пол Пятого Или в пять И он Стал Православным Готовится К Крещению Едет Новосибирск Ему Надо Войти На Пьевовар Отца Александра И Он Подошел К этому Священнику Колодей Дмитрию Я решил Чтобы меня Не поверили Я сказал Я из Барнавола Приехал Отыгнать Отыгнать ее Он как Сразу Воскресился И начал Я думал На этом Прикрыться Показать Что я знаю Я не чужой Вот Алевтина Она все знает Пантелеевна Я уже не рад Что и произвез Ваше имя Его пока Не вытолкнут Вот заметьте Всемирно Известный Человек Ник Вуйчич Кто на нем слышал Поднимите руки Все Вот заметьте где Кто не слышал Вы слышали Вы слышали Вы знаете Что это Аня Который без рук Который без рук Абдарет Знаете Так Ну успокойся Сейчас ты Говоришь Во время Когда другой говорит И врач Он в коридоре стоит Роды принимает Врач вышел Пот вытирает И говорит Несчастье У него руки нет У ребенка Он говорит Ягод было По стенке пополз Проходит время Он выходит И говорит Двух рук нету А потом и ног нету У мужика конечно Завихряни И вот что Серб Православная страна Но он теперь Не серб Он всемирно известный человек И при том С протестантами А почему На него никто Не обратил внимания Такого А его всему Научили делать И расчесывается И купается Плавает И на этой своей машинке Ездит И на футбольном поле Еще играет И борется В борьбах У него одна там Такая как классная Моржа Дальше Библейский поисковик Кто знает В интернете Поднимите руку Кто пользуется Прекрасно Притом На не канонические книги На каноны Церкви На все И кто он Вьетнамец Приезжает сюда Учится В МГУ Вьетнамец И занимается тем Чем пользуются Все архиереи Патриарх Все пользуются этим Я пользовался Я сразу стал просить Найдите мне этого человека Как он облегчил Мой труд По изданию книг И Виктор Петеримов Его находит Тимофей Ха Я вам посылаю Подарки Какие есть Что у меня было Где-то Не православный Православной стране Протестант К нему никто Не подошел Там А он о себе Так открыто Говорит Вот представьте Человек учится Про него никто Не знает Другая страна А он говорит Я эгоист Я себя простить Не могу А в чем дело Я на велосипеде Упал А мама Сразу подбежала Поднимала А потом Я увидел Когда мама упала Я даже не подошел И сам не знаю Почему Никто бы не знал Про это И он Видно Что человек Глубоко Анализирует Свои поступки Я его не видел Вьетнамец Богачок Юрий Кто такой Заслуженный Артист СССР Спился Окончательно Привет И семья Какая Сын и дочь Чемпиона Олимпийских игр Семейка Подобралась Какая Самый ненавистный Чарак У него была Теща Он говорит И теперь К нему Подходят два каких-то человека С ним беседуют Приглашают Неправославные Баптисты И он связался Баптистом Теперь Поп его знает Увидел По улице Идет Ну что Продал душу Свою Иритикам Я ничего Не могу сказать Самый Трогательный Момент Был Когда я пришел Домой Пал Перечеще Он артист И сказал Ты прости меня Она и поняла Что новый фокус Затевает А потом Жена Обращается Той Теща В нашей Стране Сколько Мы упустили И продолжаем Сейчас Упускать Как Феофан Затворник Говорил Уходят люди И дальше Уходят А сегодня Статистика Показывает К чему мы идем Здесь будет Исламский Халифат Не больше Чем 50 лет Надо Статистика Огромная статья Сейчас пришла Комсомольская Правда Страна Огромная Террор Рожать некому Духовно Рожать некому Террор Я попросил Сказать Какая реакция В Воронеже Узнали Та же самая реакция В Воронеж Где Хабаровск На Амуре Сказали Точно такое же Отношение Что это означает Давайте Пространство Уберем Два человека Говорят У тебя Кто самый Ненавистный А то Павел Сарл Тогда был Так А ты знаешь Такие Кто готов Жизнь отдать Чтобы убить Его Знаю Их набралось 40 человек Давайте Поклянемся Не будем Есть и пить Пока не убьем Проголосовали За руки взялись Вы знаете Что случилось И подслушал Племянник И пришел И рассказал И ночью 470 воинов Сопровождая Вышли Там 12 часов ночи Наверное Провели Пасху И сейчас Так Его Отдали Кесарю Если Так Тебе Гонят Со всех Сторон Обрати Внимание Где Ты Будешь Славить Бога Бесконечно Если Мы Ничего Не Делаем Ничего И Не Будет Молитесь Чтобы Это Проявление Божьей Милости В гонениях В поношениях В злословии Было Тебе Великая Награда Когда Имя Ваше Будут Поносить Они Так Услышали О Да Теперь Я Знаю Там 39 Я 40 Буду Я Знаю Которые Слушай Если Столько Людей Против Тебя Ну И Я С Ними Не Торопись Ты Сначала Посмотри Сколько На Этой Стороне Стоит Там Где Бог Справедливость Правда Там Большинство Мы Рады Что Брат Приехал Поделился Тут Спасибо Христос Спасибо Спасибо У вас Был Вопрос Или Что Информация Вера Запишите Веру Веру Имя Вера У меня Только Просьба Одна Я Немножко Опоздала Я Сейчас Прохожу Лечение Коленных Суставов Это Во-первых Помолитесь О моем Здоровье И У моего Сына Большая Травма Ноги Две С половиной Месяца Был В гипсе И Сейчас У него Ноги В общем Ну Тоже Ноги Плохо Отекают Опухают Постоянно Он Наступать До сих пор Не может Еще Помолитесь Его Зовут Антон Сын Антон Непьющий Крещеный Ну Как Ну Пьет По великим Празникам Только Водителем Автобуса Работал Сейчас Уже Сказали Что Вряд ли Он Вообще Сможет Водить Работать Очень Большое Ему 47 Галина Васильевна Немцова Кто знает Где На Что И Как Вы Не Сходили В дело Нет Я не Сказали Скользить Если У вас Есть Такая Возможность Посетите Пожалуйста Давно Я звоню А трубку Она не Берет Еще Один Момент Что До сих Пор В церковь Нас Не пускают Ходили Мы На улице Стояли Голодно Было Первое Воскресенье Когда Я приехала Она Не Может Не Ходить Она Четко Знает Что Это Как Литургия Для нее Она Все Время Ходит И А В это Воскресенье Мы Пришли Вот Перед этим Церковь Закрыта Вообще Никого Нету Это В чем Дело Но Потом Узнали Что Заболел Коронавирус Очень Сам Очень Да С И Понимаете Вот До такой Степени Ну Не Знаем Как Сейчас Написали Объявление Вот Так Чтобы Люди Приходили Ну Не Ходят Они Вообще Не Ходят Ну И там Более Молодых То Нету Не Ходят За вас Напускают А вот Священник Вышел А так Ну Считают Они Себя Верующими Православными Ну Как Вот Даже В один В два Дома Зашел И Пригласил Вообще Никого Никто Ему Не Нужен Понимаете Так Страшно Становится Никто Ему Не Нужен Приехали Две Машины Из Павловска Все Провел он Службу Никого Не надо Больше Там Приехала Зина Нина Помните Рассказывала О Зине Что она Там Работала И все Она Приехала Сюда В Барнаул Здесь Ее Монашество Приняла Но Снова Приехала Туда У ней Мать Умерла И она Ухаживала За ней Перед смертью Ну И осталась Там Она Замужем Я не знаю Как У нее Муж И все Но Вот Не было Службы Ну Вот Она Даже Она Монашка Все Таки Пришла Бы Открыла Хоть Церковь Ну Кто-то Может Еще Зашел Нет Церковь Закрыта А я Объясни Как Вас Не пускают Как Не пускают Выгнали Потому Что Вы Пришли Вас Выгнали Не Ну Выгнали Потом Я Вот По осени Когда Тефло Было Я Я Пришла Первый Раз Я Пришла Меня Ну Не знают Кто Я Такая Еще Пока И Я Службу Уже Видимо Узнали Кто Я Такая А я Пришла Нина Такой Красивый Букет Сорвала Прямо Белые Цветы Все Ну Букет Приняли Вроде Бы Я Подошла У них Большая Икона Петра И Февронии Красивая Такая Икона Вот Сколько Стоит Я К Иконе Приложилась Все Сделала Как Все Положено Все Эти Приехали Гости Попозже Все Подходит Певчая Вот Которая Она Его Возит Священника На машине И Там Все Управляет Значит Церкви Поет Сама И Все Там Помогает Ему Она Подходит И Говорит Кто Вы Такая В общем Допрос По полной Программе Как Милиции Наверное Полностью Спросили Что Где Откуда Как Все А Вот Вы Что Пришли А Вы Не Приложились Я Пришла Рано Я Приложилась Я Сделала Все Что Нужно Нет Приложитесь Я Приложилась Хотела Пошла К Иконе Христа И Сделала Поклоны Как Мы Всегда Делаем В общем Все Исполнила Как Надо Стою Одна Какая-то Женщина Она Оказывается Была Даже На Занятиях Она Из Павловска Приезжает Вот Знакомая Одна Из Знакомых Она Знает Игнатия Тихонович В общем Для Помощи Ящичек Я Туда Пустила Думаю Все Равно Я Пришла Вот Она Мне Эту Свечку Почему Вы Вы Прошлый Раз Не Взяли Свечку Вы Сейчас Не Берете Свечку Почему Вы Свечку Не Берете Я Говорю Ну Я Не Не Хочу Взять Ее Почему Вы Не Берете Ну Может Я Не Могу Ну Как Прям Прям День Нет Скажите Я Говорю Может У Можем У Можем Сред 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 Что Почему Вы Меня Вот Так Это Она Берете Свечу Прям Мне В Нос Взял Возьмите И Все Если У Вас Нет Возьмите Я Говорю Нет Я Брать Не Буду Как Это И Свечку Она Не Берет И Все Ерет И Говорит Тогда Выходит Священник Вон Там Все В алтаре Все Было Тут Когда Уже К Концу Это Все Подошло Одна Единственная Бабушка Стоит И Говорит Что Вы Делаете У Нас И Так Людей Нет И Все И Вы Гоните А Он Вышел И Говорит Вот Отрекись А Я От Чего Отречься Отрекись От Ларкина И От Его Книг Я Встала Я Говорю От Чего Как Мне Отрекаться Вон Вон Порог И Все Иди А Я Говорю Вот Бабушка Одна Она Ходит Она Говорит Мне Уже Помирать И Я Говорит Ну Не Надо Уже Все Причаститься И Она Только Стала Да Как Ж Так Ну У Нас И Так Нет Людей Ну Как Ж А Вы Гоните А Ты Та И Молчи На И Все Так Я Ушла Тоже Батюшка Нам Ответил Гони Вы Будете Любите Христа Гони Вы Будете Но Водим На Улицы Не Стоим Мы Стоим Один Мужчина Идет И Говорит Стоят Соблазн Подает Это Мы Соблазн Еще Подаем Все Видит Соблазн Все Все Равно Мы Молились За Спиридона Чтобы Он Оздоровел И Чтобы Эта Болезнь Дала Ему Вот Господь Положил На Сердце Выйти К Людям Каждый День Мы Молимся Каждый День Выйди Навстречу К Людям Выйди Люди Придут Вот Бабушек Много Стареньких Они Придут Ну Выйди К Нем Навстречу Помоги Господи Рабе Нине Рабе Путняни И Наставь На пути Семен Вот Болел Никола Что Вещество Как Сестер Другие Отец Никола Соговорили Сильно Болел Соромлячески Отец Никола Выздоровел Ну Я слышал Что На поправку Они Матушка Марина И Отец Никола О Братье Игоре И Рабе Марине Расскажите Как они Покажут Креста Уже На работу Пошла Работает Марина Дебуновы Кашляют Еще Поэтому Не приходят На Службол Марина Уже На работу Когда Мое Собрание Проводить Казачьи Когда Выздоровят Когда Секретарь Когда Марина Будет На ногах И Брат Игорь Наверное Поведем Надо Батюшку Спросить Когда Мы Будем Проводить 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 Так Еще Мы Так Не Прочитаем Толкование Давайте Прочитаем Все-таки Толкование На сегодняшнее Лангельское Читение Евангелие Евангелие от Луки 2.8.22.25 В один день Он Вошел С учениками Своими В лодку И Сказал Переправимся На ту сторону Озера И Отправились Во время Плавания Он Заснул На озере Поднялся Бурный Ветер И Заливало Своих Волнами И Они Были В опасности Читали Вообще Не Тут Это же Про Бесноватого Было Это Задовит Семьи Один Батюшка Прочитал Это Было Бесноватого Путает Да Да Бесноватого Потому Что Мы Не О Бесах Речь Что И Они Путают С Тради Уже Народ Речь Начали Читать У У У Да Стар Дома Прочитают Ну Ладно Сегодня Было Два Ивангель Христии Одно Было От Иоанна Второе От Матфея Матфея Вот Хотели Прочитать Но Как-то Получилось Так Не Читают Да Так Не Не Знаем Прочит Сестра Свои Песнопения Сейчас Не Надо Сегодня Уже По Заглазал Так На Перед Так Я не слышал Гостя Сказал Что ему Понравилось Что не Понравилось Какие замечания Нет На этот вопрос Он не ответил Что понравилось Что не Понравилось Какие замечания Что Мне только Одно Не понравилось Сильно Кормят Много Много Кормят Чем Кормят Обычные Честно Говорю Остальное Все Хорошо Изнатили Низки Покормят Я Никогда Не Не Замазоренными Глазами Новый Человек Он Быстрее Увидит Наши Недостатки Почему Я Всегда Спрашиваю Нам Это Очень Полезно Вот Один Недостаток Мы Ему Показали Знаменитость Нашу Мост Собаками Прошли До конца Моста И вернусь Недак Кто Небал Сходите Посмотрите Как устроено Дни Победы И везде На каждом Столбе Начиная С Москвы В каком Году И заканчивается Берлином И с той Стороны Наоборот Сделано Мост Через Обь Мост Мост Который Через Обь Красавец Друзей Занятия Пройдете Занятия Будут Занятия Будут Значит Еще будет Трапеза Песнопение Трапеза И занятия Достойно Есть Окова Истину Блажите Тя Богородицу Присноблаженную И пренепорочную И Матерь Бога Наши Род Честнейшую Херуин И Славнейшую Бесправнение Серафим Безысление Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Господи Защити Родину Нашу От нашествия Неплеменников От внутренних Расплей От беззакония Которое втайне Останови Делающих Зло Просвети Правители Страны Наши Чтобы принимали Мудрые законы И всех начальствующих Так же Просвети И защити Людей Не познавших Тебя Обрати к истине Что божественная любовь Твоя коснулась Каждого сердца Священники Которые не служат Тебе Как должно Пусть покавятся В небережении Своем И проповедуют Смело И на славным И на славном Об Иисусе Христе Господи Прави Аминь Господи Прими их молитвы Аминь 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 Аминь